В Сергиево-Пасадском городском округе полицейские раскрыли кражу с дачного участка. В дежурную часть ОМВД поступило заявление от 63-летнего местного жителя о краже велосипеда с его участка, расположенного на улице Лозо. Сумма материального ущерба составила 8 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 39-летний местный житель. Подозреваемый перелез через забор на участок заявителя, повредив навесной замок на сарай и похитил велосипед. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правовая справка. Сегодня граждане регулярно сталкиваются с мошенниками в сети интернет. Будьте бдительны, запомните несколько правил безопасности и расскажите о них своим близким, особенно детям и пожилым родственникам. Не следует делать покупки у сомнительных продавцов через интернет. Чтобы не стать жертвой мошенников, совершайте покупки в официальных интернет-магазинах, а оплату проводите только на защищенных сайтах. Получив сообщение или звонок якобы от сотрудника банка, что ваша карта заблокирована и вам необходимо выполнить ряд операций, не следуйте указаниям мошенника. Перезвоните в банк и сообщите о факте службы безопасности. Никогда и никому не сообщайте код с обратной стороны банковской карты и секретные коды, которые приходят вам СМС от банка. Не открывайте подозрительные ссылки из СМС, мессенджеров, электронной почты, не нажимайте на подозрительные баннеры на сайтах. Вы можете установить вредоносное программное обеспечение на свое устройство. После установки таких вирусов мошенники могут получить доступ к вашим личным данным. С вашей банковской карты или мобильного счета могут быть списаны деньги, а также получены пароли от социальных сетей и электронных почтовых ящиков. Не верьте сообщениям с предложением о компенсациях от банков и компаний, письмам, в которых сообщают, что вы стали победителем конкурсов, в которых вы не участвуете. Получая подозрительные звонки, СМС-сообщения, электронные письма или сообщения в мессенджерах от родственников о том, что кто-то попал в беду и нужна помощь или якобы от сотрудников правоохранительных ведомств, требующих взятку за то, чтобы отпустить задержанного родственника, Проверьте эту информацию, позвонив близкому человеку. Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников.